Девушки отдыхают Йогой я, конечно, занималась, однако на гвоздях еще не сидела и ни разу не пробовала. Вот здесь предлагается посидеть. Стул с гвоздями. Попробую. Даже приятно. Интерактивные площадки на каждом этаже. Здесь и квесты, и викторины, и сложные задачки. А для победы необходима лишь начитанность. В библионочь автоматически отменяется главное правило – соблюдать тишину. В программе танцы, выступления музыкантов и азартные игры. Некоторым гостям удача улыбалась дважды. Мне повезло во второй раз. Попалась скидочка стопроцентная на покупку вот в таком оригинальном необычном магазине. Магазин называется «Свидание слепое». Здесь все обложки книг скрыты, неизвестен ни автор, ни название произведения. Можно лишь найти нечто свое по маленькому описанию. Я, пожалуй, возьму роман от первого лица о правде чувств. Проверить себя и свои знания, показать эрудированность и научиться новому. И все это в стенах библиотек, когда на часах приближается время для отдыха. Любителям почитать перед сном было не до того. Огни в окнах библиотек погасли ближе к полуночи. Продолжим книжную тему. Гомель на этой неделе принимал славянские литературные дожинки 2019. Фестиваль прошел в 14-й раз и собрал 150 участников из трех славянских стран – Беларуси, России и Украины. Три дня поэты и писатели, опытные и юные, находились в атмосфере абсолютного единения. К слову, фестиваль является своего рода отчетом мастеров слова о проделанной работе. За год писатели и поэты нашего региона издали 30 книг, 2 альманаха и провели более полутора тысяч встреч с читателями. Также гомельские литераторы стали обладателями ряда премий, в том числе международных. В Калинковичском районе прошел 9-й республиканский фестиваль народного юмора «Автюки». Искрометными шутками гостей радовали любительские и профессиональные творческие коллективы из разных регионов Беларуси. Конкурсы по двори, спортивные автюковские игры, юмористические футбольные поединки и ярмарочные аттракционы-шутки. Однако увидеть все вышеперечисленное можно было лишь пройдя автюковскую таможню. Пропуском в эпицентр веселья считался рассказанный оригинальный анекдот или спетая частушка. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгения Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».